ну еще раз всем добрый вечер мы продолжим наши студии которые посвящены некоторое время будут маймониду рамбаму мы прочитали с вами предисловие в рамках его комментариях мишне и начали читать собственно говоря первую главу первой книги мишны тора первая глава точнее первая книга называется книга и знания и вот мы ее начали читать удивились успели удивиться довольно сильно сейчас продолжим наше удивление должен удивляться по моему мы успели прочитать буквально первую самую строчку прочтем ее еще раз основа основ исток всех наук знать что существует никто первый сущий и он наделяет существованием все существующее и все существующее на небе на земле и между ними обязаны своим существованием только непреложной действительности его существования то есть нам рассказывают про собственно говоря то что называется у аристотеля перводвигателем или первопричиной и рамбам говорит об этом называя это основа основы основ у нас вот это этот раздел книги знания называется илхот есуде гатора то есть основы торы здесь это переведено как фундаментальные законы торы и вот с этого собственно говоря начинается что начинается кодекс еврейского закона мы в прошлый раз успели уже удивиться на почему уже кодекс еврейского закона начинается вообще с того что нужно знать давайте я посмотрю как это звучит на иврите на иврите это звучит так лисо да и судот в амут ахаху бот весь во множественном числе на и столб знания все снова основу действительно и столб знания не до вода знать и вот это ну и собственно сама книга называется но это первое называется книга знания поэтому понятно что он начинает сознание но почему мы собственно говоря этому удивились ну во первых мы удивились потому что ведь у нас нет источников которые которые бы говорили нам о вот этом самом первосущим а то есть где собственно говоря мы встречаем подобного рода определения всевышний ну нигде да то есть еврейских источников ничего подобного не мы встретим первых случаях наделяет своим существованием все существующее и все это очень близко к тому что говорит аристотель и очень далеко от того что говорится в принципе в источниках панахи муди и так далее мы не найдем подобного рода вещей по поводу того как здесь опять же в оригинале да чтобы мы поняли что собственно говоря здесь переведено как первосущий оригинале говорится мацу и решим действительно существующие первое существующие мацу решим ну и рамбом играет как бы этим словом собственно русском языке достаточно ясным образом существованием играет мацу решен в игу мамцы коль немца в поля немца им видите вот это мацу и собственно говоря тот же самый глагол который связан с существованием этот самый глагол используется и для определения этого первого существующего и в дальнейшем используется как определение того что собственно говоря вы видите здесь перевод достаточно правильный первый сущий он уделяет существованием все существующие все существующие но не обвиняется между ними обязанным своим существованием видите слово существование тоже на русском повторяется многократно здесь перевод совершенно адекватный если представить что его не существует ничто другое не может существовать а если представить что все существующие кроме него исчезнет он один останется существовать и не исчезнет с исчезновением всего так как все нуждается в нем а он благословенный не нуждается ни в творении в целом не в каждом из творении в отдельности то есть то что философы бы назвали более поздние философы назвали бы это трансцендент то есть то что находится за пределами мира но вся терминология здесь является терминологией философской а вовсе не традиционной хотя мы могли бы сказать что ну рамбом своими словами так сказать да суммирует то представление которое существует в иудаизме о боге ну наверное тот кто не читал аристотеля его комментаторов действительно может представить себе что это просто на так сказать ином языке выражение того что следует извлечь из еврейских источников ну такой взгляд конечно тоже возможен но тот кто читал аристотеля его комментаторов понимает что рамбом использует именно такого рода терминологию ну и как я уже сказал одно из главных как бы удивление инновации да рамбом далее это то что собственно говоря знание как таковое оно является частью чего частью аллахи то есть частью закона если говорить о иудаизме не знаю библейском или талмудическом то мы уже об этом говорили да то есть нет нет догматики нет определения того что человек должен знать что человек должен думать да то есть думают по-разному знают тоже что-то знают что-то не знают закон например можно знать да но то что касается представлений о мире или даже представлений о Боге нет законодательного утверждения относительно того что собственно говоря человек должен себе представлять что он должен знать конечно существует шма израэля шам и лакейну а шем и хад да но кто это такое шма израэль да это своего рода аутотренинг так можно сказать да человек обращается к самому себе и говорит про Бога но там нет описания того что же это такое да то есть что такое да этот самый элоин ясно что он один да единственность его очень важна но что это такое мы особо не встретим а вот рамбан дает этому определение причем он с этого определения собственно говоря начинает ясно что-то это такое так это такое да Продолжение следует...